Большой Будда Китай – страна контрастов, чудес и вечных тайн. Отсюда пошла культура вертикального письма и еды палочками. Здесь впервые появились бумажные деньги, заработал компас, и началась книгопечатание. Многие удивительные изобретения подарили людям уникальные творцы Поднебесной, и, кажется, останавливаться на этом они не собираются. Путешественники за всего света едут в Китай, чтобы приобщиться к таинственному миру Азии. Отправиться на лодке с прозрачным дном в круиз Мешастровков в Санье. Сыграть в рулетку в Макао или посетить квартал художников в Шанхае. Бывалые утверждают, что нельзя побывать в Китае и не прогуляться по Великой Китайской стене. Дружная команда туристического интернет-портала о Китае уверена нельзя побывать в Гонконге. И не увидеть статую гигантского Будда Тянь-Тань, расположенную на острове Лантау. Удивительное начинается уже на пути к фигуре величественного божества. Начнем с того, что добраться до него путешественники могут на самой длинной в Азии двухканатной дороге – Гонг. Пинг-360. Ее протяженность составляет 5,7 километров. Посадочная зона находится в районе Тунг-Хунг на севере острова. Кабинки бывают обычные кристальные, кристалл-кабин. В-первых, полобычные. Металлический, а во-вторых, из прочного трехслойного стекла. И те, и другие защищены стенами, оборудованными окнами и форточками, в которые можно высунуть лишь руку с фотоаппаратом. Далее, постепенно поднимаясь, аттракцион дарит невероятные ощущения. С высоты птичьего полета остров предстает во всем своем великолепии. Современные высотки тонут в пучине изумрудной зелени, сверкает чистая вода в проливах, и Если повезет, можно даже увидеть порхающих рядом с кабинкой птиц. Из окон открывается обзорный международный аэропорт Чхиклаб, как и часто можно заметить и взлетающие И приземляющиеся самолеты. Будду видно издали. Очертания из Полина мягко выступают на фоне холмов Лантау. Кабинки неспешно приближаются. Все путешествие на канатной дороге занимает около получаса. От конечной станции до достопримечательности придется немного пройти пешком. Путь пролегает сквозь удивительную деревню Нгунгпингвилаги, Созданную на основе лучших духовных, культурных и исторических ценностей этой части острова. Путешественникам здесь предложат в прямом смысле прогуляться с Будды аттракцион, Валкинг. Витх Будха Действие начнется во дворе хромового комплекса. Местные умельцы расскажут всю историю возникновения и распространения Буддизма на Земле. От рождения Сиддхархи в пышном дворце до признания Буддизма мировой религией. Далее можно загадать желание у дерева Будхи или получить благословение у священника. Потом можно посетить обезьянный театр, Манкею Сталитхиатре. Буддизм здесь тоже оказал свое могущественное влияние. Сказания о перерождении Будды являются сюжетной основой главного представления театра. Далее начнется компьютеризированная анимация продружных обезьянок. Ежедневно гостей деревни ожидает насыщенная развлекательная программа. Выступление китайских умельцев проходит в назначенное время в разных уголках – Нгунгпингвилаге. Тут и захватывающие акробатические шоу, и борцы кунфу и поразительные фокусы. И веселые комедианты. Территория поселения около 1,5 гектара. Но не бойтесь потеряться вся деревня испещрена указателями. Надписи на которых обязательно дублируются на английском языке. Далее путь к Будде станет более тернист. Каждого ожидают 268 ступенек. Ведущих к скульптуре. Не старайтесь преодолевать их на одном вдохе. Останавливаться даже полезно. Не забывайте больше фотографировать, виды там потрясающие. Кстати, с тропинки видно самолеты, взлетающие над международным аэропортом Гонконга. Параллельно с лестницей есть дорожка для инвалидов. Большой Будда изумляет своей красотой и спокойной величественностью. Его фигура восседает на огромном раскрытом цветке лотоса символя чистоты, ясности мыслей и безмятежности. Статуя была отлита из бронзы в Китае в прошлом веке. Сам храм, располагающийся внутри, открылся лишь в 1993 году. Вес изделий свыше 250 тонн. Высота 34 метра. Будда острова Лантау является одним из самым высоким из всех сидящих Будд в мире. А ближайшим конкурентом ему является Будда, сидящий в Японии. Говорят, в ясную погоду божество можно увидеть, даже находясь в Макао. Будда является одним из пяти самых больших в Китае. Но в отличие от собратьев у него одного лицо обращено к северу, а не к югу. Он смотрит на Пекин. Будду окружают шесть бронзовых дефстатуй. Каждая из которых символизирует одно из шести необходимых буддисту качества и умений. Добродетель, нравственность, усердие, милосердие, терпение и медитацию. В руках Девы держат священные подношения Творцу. Цветы, благовония, мази, фрукты и музыкальные инструменты. Внутри Большого Будды находится храм, включающий три отделения. Зал Вселенной, зал заслуг и зал памяти. В комплексе хранится святейшая реликвия буддистов. Благодаря которой взглянуть на бронзовое божество из года в год в Гонконг приезжают тысячи верующих. Речь идет об останках земного Будда Сиддхартхи Гаутамы. Согласно поверью. Тело основателя религии было сужено, а пепел поделили на 84 тысячи равных частей. Горстки отправлялись в разные страны, разным народностям. Чтобы у всех была частичка Великого Творца. Еще одна интересная особенность Будды Лантао-кулокол, звенящий там каждые 7 минут. 108 раз в день. 108 сакральное число для буддистов, оно сочетает в себе 9 дюжин. Кстати, кулокол не настоящий, а компьютеризированный. Даже здесь. В доме Будды Гонконг остается Гонконгом, суперсовременным и захватывающим мегаполисом. Светлым окном в будущее традиционного Китая. Не спешите уходить после экскурсии в самое чрево бронзовой статуе. Эта часть Лантао хранит еще массу интересного, увлекательного и загадочного. Слева от скульптуры есть кафе с вегетарианскими блюдами. Где можно утолить голод после длительной прогулки. Обеданные талоны стоят от 60-х к долларов. Усталости и голода нет. Продолжаем. Справа от фигуры находится монастырь, Полин, Полин. Что в переводе означает «драгоценный лотос». Вход в него свободный. Священный комплекс еще в 1906 году был создан силами трех монахов. Перебравшихся на Лантао с материкового Китая. Тогда горное плато было достаточно уединенным и пустынным, но слава о нем, как о месте чудесном, скоро распространилось далеко за пределы Гонконга. Монахи, побывавшие на Лантао, рассказывали о том, что там можно услышать голос Будды. Что там приходит чувство гармонии и умиротворения. Кто-то ехал погостить. Кто-то помолиться и причаститься. Плато стало своеобразной меккой буддистов. Некоторые из которых оставались там жить. Сегодня, Полин, состоит из нескольких зданий. Особенно ярко из которых выделяется молельный дом. Обитель украшена тысячами разноцветных фресок и множеством золоченых статуй Будд. Все детали храма, каменные или деревянные, декорированы удивительной резьбой. Часто перерастающие в отдельные скульптуры. Вокруг находятся жилые помещения для монахов. Окружает монастырь изумительный буддистский сад, в глубине которого скрыт чайный домик. Его тоже стоит посетить. Внутри домика по расписанию проходят чайные церемонии. Где вы сможете больше узнать о чайных сортах и традициях. Связанных с приемом этого прекрасного напитка в Китае. В саду начинается тропа мудрости, Виздампадх. Вдоль нее высятся деревянные колонны, украшенные каллиграфическими надписями, сердечной сутры, уважаемые конфуцианцами, буддистами и даусами. Сутра повествует о пустоте естества человеческого, о том, что к ней приводит, и о том, что пустота эта всегда начала чего-то нового, возможно. Истины. 28 столбцов расположены в форме цифры 8, означающей идею благородства и бесконечности. Любителям всего нового. Неизвестного и экзотического позволят остаться в монастыре на ночь. Чтобы утром продолжить познавательное и невероятное путешествие в горах Лантау. Под самым боком Большого Будды Тяньтань. Одной из лучших дат для посещения монастыря является день рождения Будды. В это время здесь проходит ритуальное омовение Творца. Обычно после него идут выступления мимовые мастеров кунг-фу, приехавших на праздник из Шаолине. Далее свое мастерство показывают искусные акробаты и фокусники. Все представления можно посмотреть в зале, который называется «Тхихалу в Гриатхера». В столовой во время торжеств желающие могут посетить семинары по приготовлению вегетарианских блюд. Празднование дня рождения Будды ежегодно выпадает на определенный день мая. Восьмого месяца по лунному календарю. В 2011 году мероприятия состоялись 10 мая. Найти монастырь, Полин, и Большого Будды Тяньтань несложно. Сядьте на паром у центрального причала, кентрапиэр 6 тому его. Потом воспользуйтесь автобусом 2, остановка рядом. Из автобуса следует выйти на остановке метро Тунгхунг, Иксидби. Оттуда идет автобус 23. Выйти нужно на остановке Пингбустер минус Нгонг Пингбустер минус. Еще один вариант это двухканатная дорога Нгонг Пинг 360 и Кабликар. Посадка производится на станции Кабликар статьям. Которая располагается рядом со станцией метро Тунгхунг. От конечной станции Кабликар до монастыря останется немного пройти пешком. Путь укажут указатели возле станции. Все надписи на которых даны на китайском и английском языках.